Вы сегодня на канале компании ADEMS. Мы расскажем вам сегодня очень много интересного. Мы будем говорить вот об этом красавчике. Станок называется ADEMS GMT-2. Станок для заточки маникюрного педикюрного инструмента. Мы добавили для него новый функционал. Мы совместили станок ADEMS PRO со станком GMT-2. Он может затачивать маникюрные инструменты. С помощью приспособления для заточки ножниц от станка ADEMS PRO мы можем затачивать теперь ножницы по металлу, садовые секаторы, медицинские ножницы различного типа. Мы можем делать хонингование парикмахерских ножниц и нанесение микронасечек. Таким образом, станок стал очень унифицирован и универсальным. Всё это благодаря вот этому устройству. Вот этот манипулятор, держатель манипулятора, можем устанавливать на станок GMT-2. Обо всём об этом мы сейчас подробно всё расскажем. ADEMS заточен на лучшее. Всем привет. Меня зовут Эдуард Маркин. Вы на канале ADEMS. Сегодня мы расскажем вам много чего интересного. И я хочу пригласить к нам со ведущего Владимира. Привет, Володь. Приветствую. Мы находимся в студии заточки. Это шоу-рум, так как мы её видим. Это мастерская, как мы хотим, чтобы она была такая, которая была у вас. Ну, скажем так, это мастерская вашей мечты. Она за спиной. Мастерская вашего своего дела, которым вы этому посвятите всю свою жизнь оставшуюся или начавшуюся. Так, что мы будем делать сегодня? Ну, во-первых, ещё раз вкратце, где мы находимся? Мы находимся в мастерской, на котором представлены станки. Смотрите, представлена зона для работы. Вот это вот зона, состоящая из трёх секций, так называемых, зона парикмахерского инструмента. Здесь мы затачиваем парикмахерские ножницы. Здесь образец применения, как можно два фуллдрайва расположить. Мобильная версия может быть из двух станков стоять, для заточки парикмахерских ножниц и для заточки ножей парикмахерских машинок. Правильно, Владимир? Да. Кто, у кого вообще очень много инструмента, тот может затачивать на фронт плейте эти ножи. И, соответственно, вот это здесь заточка парикмахерского инструмента. Станок для хонингования. Станок достается и ставится на стол тогда, когда он нужен. Он не нужен не всегда, но, тем не менее, должен быть в идеальной мастерской. Столы. Здесь у нас лежат рабочие инструменты, которые затачиваем, с секцией для всяких приспособлений. Дальше. Второй пост, второй стол, он целиковый. Он состоит из тоже трёх секций для заточки маникюрного инструмента. Значит, вот здесь возвышение, оно для, нужно для того, чтобы вот это место для того, чтобы человек сидел. Вот он садится сюда. Сейчас покажу. Давай я сейчас. Да, вот, Володя, покажи. То есть, вот вы сидите, вот ваш стул на роликах. Да, вот вы сидите и работаете. То есть, стол эргономически сделан таким образом, что во время работы у мастера он регулирует высоту стула и у него, у него локоть, да, сейчас он немножко ниже, у него локоть должен быть под прямым углом. Тогда у вас эргономически тело не будет уставать. Вот. Вот здесь ниже. Здесь ниже, потому что станок выше. Здесь ниже, во-первых, станок, потому что выше и во-вторых, здесь можно работать в том числе и, ну, как и стоит, так и сидя. Здесь это место для разбора инструмента, это не для работы. То есть, это просто мы пока поставили. То есть, если мы отсюда станок уберем, то вы здесь разбираете маникюрный и, ну, маникюрный инструмент, допустим. То есть, это стол для работы вашей. Здесь вы храните этот инструмент, если вам нужен, ну, и, соответственно, убираете его. Третий стол, который используется в вашей мастерской. Это стол для работы на станке Тесар. Вот рабочее место для разборки и сборки инструмента. Здесь мы предлагаем затачивать ножи, бытовой инструмент. Ножи? Ножи, топоры, лопаты. Ножи на нем можно любые заточить? Да. Все, наверное? Я так не уверенно говорю. Спрашивайте разрешение, можно на нем заточить? Можно. Обязательно. Ну, в общем, здесь на Тесаре работаем. Обязательно в мастерской должна быть вода. Мойка. Зачем нам вода? Вода нам нужна для замачивания водных камней и промывки водных камней для заточки парикмахерского инструмента. Вода нам нужно просто помыть руки, умыться, взбодриться, потому что мы очень быстро зарастаем пылью. Вот, если опять же нет вытяжки. Мы еще, кстати, потом будем проговаривать по поводу вытяжки. Вот, это вкратце про то, что мы проговорили. Это наша мастерская, ваша мастерская вашей мечты. А в целом на сегодня мы будем говорить вот об этом красавчике. Об этом красавчике. Станок называется ADEMS GMT-2. Станок для заточки маникюрного, педикюрного инструмента. И еще мы добавили для него новый функционал. Мы совместили станок ADEMS PRO со станком GMT-2. Все это благодаря вот этому устройству. Мы взяли вот от станка PRO и установили вот этот вот держатель. Этот манипулятор, держатель с манипулятором можем устанавливать на станок GMT-2. Обо всем об этом мы сейчас подробно все расскажем. Итак, станок для заточки маникюрного станка. Очень, очень, очень. Давай покажем, что он не совсем такой тяжелый. Мы так постараемся. Все, начинаем. Сегодня мы поговорим о станке ADEMS GMT-2. Так, сейчас мы подготовим его для работы. Вступление мое. Давай. Поехали. Станок GMT-2. Он у нас ранее, ну и вообще, в принципе, и теперь, и всегда, предназначен для работы с маникюрным инструментом. То есть, 90% инструмента, которые мы можем, могли и до сегодняшнего дня интрига. Кто не знает, что такое маникюрный инструмент, может, нам покажем. Маникюрный инструмент – это кусачки для кутикулы. Это у нас пинцет. Они есть для бровей, для ресниц. Причем, это два отдельных инструмента. Как ни странно, маникюрные ножницы для кутикулы. Есть еще ногтевые. Ну и так называемый пушер. Я сегодня его, к сожалению, не взял. Но ничего страшного. Все сейчас быстренько загуглили, посмотрели, что такое пушер и поняли. Да. Вот. Слушай, помнишь, в поле чудес, когда букву надо открывать, выходит девушка, букву открывает. Да. А давай мы ее внедрим. У нас будут выходить девушки и выносить нам инструменты. Да, все отлично. Вон же еще для фонинга и две бур и круглый лад. Никто не заметит, что их не хватает. Ты можешь этот момент пока делать, чтобы не стоять как этот. А чем мне делать? Ну, не знаю. Передвигаем вот эти вот. Туда, сюда, вот так, туда. Крашу, крашу я заборы. Ты, говорит, можешь что-нибудь делать. Тебе что, лишь бы напречь? Благодарим наших сотрудников компании ADEMS за то, что они нам все здесь разложили. Итак, с помощью приспособления для заточки ножей, ножей и ножниц, ну и всего остального, я вам расскажу, что еще можно затачивать. Первое, это ножницы по металлу, садовые секаторы, бытовые ножницы, медицинские ножницы. Если установить вместо держателя данный манипулятор, данный держатель, то можно производить операции хонингования и реставрации парикмахерских ножниц. Я ничего не забыл? Нет, ты ничего не забыл. То есть, теперь получается, что у нас, если человек приобретает станок GMT-2, и по какой-то причине он не приобрел, то есть не захотел, или что-то пошло не так, то есть он не приобрел станок ADEMS PRO или PRO-2, то теперь приобретая вот такое вот приспособление, манипулятор и держатель, то есть куда он может установить стандартный держатель от станка PRO, или вот такое вот приспособление для хонингования, вот, то есть теперь он может осуществлять операции именно по заточке бытового сегмента. Ещё ты забыл сказать про ножи для ледобура, но так как у нас сейчас лето, не сезон, ножей мы... Лёд никто не бурит. Лёд никто не бурит, но это тоже здесь можно делать. То есть весь вот этот бытовой сегмент, ещё раз повторюсь, это хирургические ножницы, канцелярские, портняжные, секаторы, ножницы для флористов, ножницы по металлу, и, соответственно, весь, ну точнее не весь, а именно та операция по хонингованию, которая у нас сделалась с помощью станка PRO, она теперь перешла на станок GMT-2, то есть не перешла, а появилась. Да, хорошая новость. Для тех, у кого был этот станок и у которых он есть, вы только докупив вот этот вот держатель для заточки инструмента, вы получаете функционал полноценного станка DEMS PRO и, соответственно, расширяете свой заработок в заточном... Да, расширяете свой спектр, именно спектр заточки инструмента. Ну что, теперь мы покажем, начнём с главного, для чего этот станок был придуман. Этот станок был придуман для заточки маникюрного инструмента. Итак, готовим нашу площадку. Поехали. Нам нужна масса, респиратор, нам нужны очки, у меня уже есть очки, мы будем надевать, стул, стул. Мы можем его развернуть. Да, мы развернём для того, чтобы было всем поудобнее. Хоп, ну вот так. Я думаю, хватит. Да. Мне можно стульчик. Что, приступаем к работе? Да. Тяжелая защита. Так, респиратор. Что мы сейчас будем делать? Мы сейчас показываем функционал заточки маникюрного инструмента. То есть, я просто освежаю память всем тем, кто пользуется именно станком GMT2 по заточке маникюрного инструмента. То есть, для того, чтобы нам это сделать, ну, первая операция, одна из, это мы разжимаем пружины, убираем их в сторону. Вот. Вот. То есть, первая операция, это расточка сустава. Оп. Первая операция, это расточка сустава. Ну, просто напоминаю. То есть, расточка сустава мы делаем на округе электрокорунги. То есть, первую сделали, нижнюю часть. Сделали расточку нижней части, зеркально перевернули. Есть. Теперь верх. Зеркально перевернули. Сделали. Дальше, когда мы провели эту операцию, делаем следующую операцию. Мы, установив сам держатель непосредственно, но для этого мне нужно поднять сам станок. То есть, мы нажимаем, да, и поднимаем на высоту какую-то. Вот. Та-ды. Это у нас приспособление для микроподвода. Я его сейчас немножко спущу вниз. Пришлось много спустить вниз. Эдвард, пожалуйста. Вот. То есть, дальше мы зажимаем кусачки в держатель. Устанавливаем их. То есть, преимущество данного держателя заключается в том, что у него... Да, вы можете вынимать. Теперь мы нажимаем... Кусачки вместе с держателя. Да, нажимаем сюда вот на эту часть держателя и это вытаскиваем. Потом до щелчка, два назад вставляем до того момента, чтобы это все вернулось на свои места. Вот. Дальше мы теперь устанавливаем именно одну из сторон. То есть, мы расслабляем два винта. Затягиваем. То есть, удобство этого станка, как мы уже поняли, оно заключается в том, что здесь идет жесткая фиксация кусачек. То есть, и мы уже, когда подводим кругу, мы делаем только поступательные движения. Ну, то есть, как бы именно подводы. То есть, фактически мы не контролируем здесь, как, например, на других станках. То есть, нам нужно это контролировать процесс. А здесь мы только установили, сформировали переднюю поверхность. То есть, до выхода на режущую кромку. Также мы можем опять же вытащить, посмотреть. То есть, все готово. И теперь мы переходим на вторую сторону. То есть, когда вы заканчиваете какую-либо из операций работ, лучше станок выключать. То есть, чтобы не произошло чего-то, что может помешать заточке. А это одно. Либо, ну, как бы соблюдаем технику безопасности. То есть, затянули. Не дал разогнаться. Частотный преобразователь какое-то время думает. То есть, он настроен на... То есть, можно посмотреть, можно опять же вытащить и еще раз глянуть. Все, мы вышли на режущую кромку. То есть, в принципе, данная операция у нас закончена. Теперь нам нужно опустить станок вниз. Станок новый. Пружины новые. Ключи, да. Вот смотрите, еще такой момент. Мы заранее установили на так называемые профиксы. И после установки или снятия кругов мы можем, установив круг после снятия, избежать биения. И все это благодаря вот этим вот устройствам профиксы. То есть, в комплекте у вас должно быть на каждый круг. И тогда вам не потребуется дополнительно все это балансировать. Ну, как правило, в базовую комплектацию мы рекомендуем их иметь хотя бы 5 штук. Ну, то есть, докупить 5 штук. То есть, чтобы у нас были основные вот эти вот... Как раз то, что я хочу установить, это вот такой вот круг алюминиевый с магнитом. То есть, это как на станке Full Drive. То есть, мы здесь повзаимствовали систему эту же и ее перенесли из горизонта в вертикаль. То есть, теперь мы, опять же, располагая в своем арсенале... То есть, вот у меня есть как бы несколько таких кругов. То есть, это 600, 320, 2500. Ну, то есть, и как бы всевозможные вот эти вот абразивы. То есть, теперь я могу их легко снимать и легко устанавливать. Для того, чтобы мне дальше продолжить делать заточку кусачек... То есть, опять же, это как бы такая напоминалка для вас. То есть, ну, необходимо устранить люфт. Для этого у нас есть приспособление для кернения. Теперь я перехожу на формирование именно фасок. То есть, для этого я буду использовать абразив P600. То есть, он легко устанавливается. То есть, опять же, этот абразив был подготовлен заранее. Вот. Ну и, собственно, я сейчас как раз формирую фаски. Преимущество данного станка, DEMS GMT-2, заключается в том, что на нем могут работать новички. Могут работать опытные заточники. Манипулятор плюс система быстрой смены фиксации без биения позволяет максимально делать заточку качественно и делать это периодично хорошо. Вы от раза к разу будете свой результат повторять. Еще раз. Станок подходит как новичкам, так и опытным пользователям. Сейчас мы проводим работу по фаскам. Ну да, по формированию именно самих рабочих характеристик. Можно вот этот пакетик попросить? Да, да, да. Я его сейчас буду использовать для того, чтобы проверить степень. Ну все, вот они режут. То есть, все шикарно. То есть, теперь, когда мы сформировали переднюю поверхность, когда мы устранили люфт, когда мы сформировали уже сами фаски и у нас теперь появились режущие характеристики, нам нужно именно сформировать толщину самих фасок. Потому что если мы этого не сделаем, то работоспособность именно кусачек будет нулевая. Мы самое главное забыли. Мы забыли поставить ванночку с водой, в которой находится поролон. Для того, чтобы вот это устройство будет собирать пыль, которая летит с абразива. И она будет не лететь в ваши легкие и не оседать на стенках помещения. То есть, абразив... Да, мы как бы переключились на то, что мы забыли. Абразив в данном случае мы используем P320. Вот. Он опять же легко произвели смену абразива. И теперь мы начинаем работу по формированию толщины фасок. Скоростя здесь регулируются. То есть, если вы переживаете за то, что абразив вращается очень быстро, и вы не успеваете сконцентрировать своё внимание, вы можете выбрать удобную для вас скорость. Ну, в данном случае я использую 1650 оборотов. Вот. То есть, формируем толщину фасок. Ну, допустимая норма, ну, скажем так, для всех заточников, рекомендуемая, где-то толщина фасок 0,2 мм. То есть, это можно делать с данным станком как вручную, так и с помощью именно держателя и манипулятора. Но здесь как бы и моя рекомендация, естественно, как мастера заточника вручную, вы будете делать на выходе гораздо быстрее, чем если вы будете использовать держатель. Но опять же, в самом начале своей заточной карьеры вы можете именно использовать непосредственно держатель. То есть, когда мы сделали одну сторону, нам необходимо снять абразив отсюда. В данном случае я убираю алмазный круг с профилем 9А3. Он идет в комплектации с данным станком. То есть, ставлю еще... Ну, как правило, лучше, конечно, в своем арсенале, опять же, в арсенале мастерской, чтобы было два круга алюминиевых с магнитом. То есть, здесь буквально идет у нас сейчас левая и правая резьба. То есть, за этим нужно следить, к этому нужно сразу привыкать. Вот. То есть, теперь я на эту сторону поставил также 320. То есть, вот он, 320. То есть, фактически у меня получается для удобства два алюминия с магнитами и, собственно, два 320 закатано. То есть, и дальше я делаю, формирую, точнее, толщину фаски с обратной стороны. Ну, точнее, противоположную фаску, противоположную, которую я уже сделал. В данном случае я делаю это все с помощью своих рук, не с помощью держателя. Такая система а-ля конвекс. Ну, если кто-то, как говорится, в теме, когда мы говорим про заточку парикмахерских ножниц. То есть, все. У нас фактически основных три кита, то есть, передняя поверхность, сами фаски, оно же смыкание и она же режущая кромка, мы это все сделали. И по задней поверхности, по щечкам, так называемым, мы сформировали толщину фасок. То есть, все. У нас фактически инструмент готов. Но для того, чтобы нам его закончить, я перехожу сюда на правую сторону. И я здесь сейчас отрегулирую именно равномерное смыкание вершин. То есть, прям буквально небольшой съем металла с обуха. То есть, по боковой поверхности вершины отрабатываю остроту. Ших. Свет. У кусачек, ну, как бы здесь есть особенность. Здесь все делается зеркально. То есть, если мы делаем с одной стороны что-то, то есть, одну фаску, то есть, вторую мы, соответственно, приводим в то же состояние ее толщины. То есть, все. Оно у нас готово. Сейчас, одну секунду. Очень удобная мастерская. Я прям достаю полотенце. Причем я его заранее приготовил. Вот. То есть, это мы все протерли. И когда у нас это все готово, мы берем и снимаем. Ну, в данном случае мне удобно сделать это с правой стороны. Вот. Мы снимаем один из алюминиевых кругов с магнитом. И теперь ставим вулканит. Ну, то есть, вулканит это уже у нас финишная процедура. Это финишная процедура по заточке маникюрных кусачек. То есть, подтягиваем. Вулканит был заранее тоже мной спрофилирован. То есть, здесь такой конический профиль. И теперь мы обрабатываем именно все внешние поверхности, которые были отработаны в процессе заточки. То есть, естественно, мы для удобства здесь очень достаточно длинная ножка самого светильника. То есть, ее очень удобно регулировать. Вот. То есть, довели толщину щечек, обработали обух. Вершины. После кернения, как правило, остаются заусенцы. Мы их можем быстро обработать также на вулканитовом круге. То есть, сустав я рекомендую обязательно обрабатывать. То есть, чуть-чуть немножко можно сорвать пяточку, чтобы она не травмировала именно клиента, которому будет делаться маникюр. То есть, все. Фактически, кусачки у нас готовы. Ну, то есть, можно уже выкручивать пружины в исходное положение, давать капельку масла, ну, то есть, наносить каплю масла, и оно есть. То есть, как бы функционал вот этого станка, вы сейчас видели, да, что мне понадобилось всего лишь пять сторон. Раз. Два. Три. Четыре. И пять. То есть, это у нас алмаз. То есть, вот он был раз. Это был электрокорунд два. Это было два алюминиевых круга, да, с магнитами. И заключительно у нас был вулканит. Все это удобно. Это все именно с одним станком. Получился результат. Вот такой получился результат. Вот. Продолжаем дальше. Теперь мы приступаем к заточке маникюрных ножниц. То есть, мы берем алюминиевый диск с магнитом, его накручиваем. То есть, убрав вулканит, опять же, легко смена абразива. То есть, P240. Например, ножницы у нас были, ну, ранее с падением, да. То есть, нам нужно убрать вершины. То есть, мы делаем легкое касание, притупили. Далее мы на абразиве P240 именно вывели это все в остроту. Ну, то есть, все достаточно как бы быстро, гармонично. Вот. То есть, мы привели в состояние остроты вершину, но у нас получается, он умный, он останавливается какое-то время. То есть, у нас получается, что сама режущая кромка еще не готова к тому, чтобы она могла работать. То есть, дальше мы берем вулканитовый круг. Также быстро меняем. Ну, опять же, я это показываю в рамках одних ножниц, поэтому сейчас вам кажется, что это все долго. Я это все делаю гораздо быстрее. На самом деле, если мы это делаем в рамках пяти ножниц и прорабатываем по каждой операции, не сменяя абразив, то это все происходит достаточно быстро. То есть, сейчас мы на вулканитовом круге формируем именно непосредственно саму высоту фаски. То есть, вот мы ее сформировали, перевернули. Ну, возможно, вы это делаете так же. Возможно, вы из этого видео возьмете для себя кучу всякой полезности, которую вы сейчас увидели. Вот, то есть, мы это сделали. Вот, теперь мы убираем вулканитовый круг. И вот здесь, вот здесь вот момент, момент очень интересный. То есть, когда мы, допустим, использовали без нашего дополнительного приспособления, то есть, мы формировали, ну, в данном случае это бабочки, алмазные круги. То есть, мы формировали, допустим, режущую кромку именно вручную. То есть, сейчас я ее портить не буду, то есть, я просто показываю, что мы это делали вручную. И если мы не довели до желаемого результата, а именно не вышли на режущую кромку, то повторное касание, оно может принести, уже как бы испортить наши ножницы. Да, мы не попадаем в одно и то же пятно контакта. То есть, что теперь у нас происходит? Мы берем наше замечательное приспособление. Мы устанавливаем его уже на подготовленную, ну, уже будем говорить, штатную единицу крепежа. Причем здесь сам крепеж, он установлен, сам крепеж, он уже установлен 90 градусов, ну, я имею в виду параллельно столу. То есть, здесь все как бы четко, все ровно. Мы также можем здесь его поднимать, если нам это необходимо. Регулировка, ну, то есть, здесь все идет также на промышленных подшипниках. Вот, и теперь мы берем держатель, то есть, выставляем необходимый нам угол. Вот, и выставляем необходимый нам угол. Поднимаем на нужную высоту. Да, здесь вот этот вот рычажок, он иногда, да, чуть-чуть мешает. Нормально расслабить, да? Да, ну, нормально. Вот, то есть, теперь мы можем установить ножницы за ручку. Данный держатель, он совместим со станком ADEMS PRO. Мы взяли от станка ADEMS PRO и интегрировали его в станок SMT2. Вот, и теперь, когда мы установили эти ножницы, то есть, теперь мы можем делать касание, мы можем быть уверенным, что мы попадаем в одно и то же пятно контакта, и пока мы не достигнем выхода на режущую кромку, мы можем делать касание, ну, собственно, и проверять. То есть, вот мы сформировали режущую кромку. Вот, если вы меня сейчас спросите, какой здесь абразив, ну, естественно, всем интересно, это 20 на 14. Вот, причём дальше, когда я сформировал режущую кромку, мы переворачиваем зеркально, то есть, никуда ничего не надо переставлять. Вот, и вот таким вот образом мы уже можем делать заточку, ну, скажем так, более качественную, более правильную и чаще повторяемую, нежели тем, что мы делали это вручную. То есть, вот так вот аккуратненько. Ну, обороты здесь можно вообще снизить до... При маленьких оборотах даёт большое биение. Ну, это бабочки, они... На них желательно работать на повышенных оборотах, поэтому мне это не мешает. Вот, то есть, сейчас мы сформировали режущую кромку. Именно здесь, да, вышли на... Фасочками вышли. То есть, сомкнули это всё дело. Вот, то есть, ножницы работают отлично. Дальше мы берём, мы берём, ну, всеми нами любимый вулканит. То есть, опять же, да, всё это быстро. Всё происходит смена абразива. То есть, прям буквально какие-то секунды. Вот, и мы уже получаем сторону. То есть, ну, это как бы один из... Одно из преимуществ станка GMT2, станка ADEMS PRO2, то есть, где у нас именно есть данные... Где у нас есть данные опции. Вот. И мы, собственно, на вулканитовом круге, я, в принципе, не опуская даже движок, то есть, чуть побольше скорость, потому что на вулканите лучше работать на повышенных скоростях, мы делаем небольшую полировочку. Ещё раз, да, то есть, мы как бы доводим высоту фаски до необходимой нам кондиции. То есть, это всё прополировываем. И то есть, фактически, вот они, ножницы у нас готовы. То есть, мы их заточили. Это я вам, собственно, всё как бы напоминал, то, что мы уже умеем на нём делать. Теперь, как бы, то, что мы и говорили ранее вам с Эдуардом, например, мы хотим сделать хонингование. Да? То есть, начнём сразу с такого... Ну, я просто... Не простого вопроса. Да, нахожусь именно с правой стороны. То есть, я нахожусь с правой стороны, и просто мне здесь это будет сделать удобно. Вот. То есть, по факту мне для того, чтобы сделать хонингование, например, да, то есть, вот я беру круг с 16-м профилем, а можно сразу закинуться... А чё уж, как говорится, да, мы можем сразу закинуться и на 40-й. Вот. Также мы его здесь затягиваем. То есть, так как у нас здесь резьбы сделаны правая-левая, да, то есть, при вращении, ну, соответственно, круг этот не раскрутится. Дальше мы берём... Ага, не то схватил. Вот. То есть, мы берём... Здесь устанавливаем само приспособление. Берём ножницы. Да, берём полотно ножниц. Вот. Предварительно его... Ну, то есть, делаем линию... Именно ось вышлифовки. Да, то есть, в данном случае я это буду делать от руки, ну, как бы уже вот так вот. Вот. По привычке. Если, может быть, кто-то не видел, да, как бы презентую держатель для хонингования. То есть, здесь идёт зажим в нескольких точках контакта, то есть, что очень удобно, то есть, вот этот вот винт мы подкручиваем, то есть, мы... именно устраняем вибрацию при касании, то есть, ну, как бы подтягиваем, то есть, здесь идёт фиксация, тут мы проверяем, да, то есть, чтобы у нас... И дальше мы берём, выставляем саму режущую кромку, то есть, открутив один из элементов рычагов, да, то есть, мы подвели. И вот, потом мы расслабляем... Оп. Свет. То есть, мы делаем первую вот такую вот проводочку, и я смотрю, где идёт касание. То есть, если у меня касание идёт, ну, скажем так, не там, где мне надо, то есть, я, соответственно, могу сделать регулировку здесь, либо могу регулировку сделать здесь. То есть, он будет, соответственно, да, поднимать. Но в данном случае я сейчас быстро отрегулирую вот с помощью этого рычага. Вот. И как раз в необходимое пятно контакта, которое мне было нужно, я как раз попал. Вот. Ну, и дальше мы уже проводим процесс, ну, то есть, делаем процесс хонингования. То есть, зажали, ещё раз всё проверили, все рычаги. Круг при... Ну, в момент хонингования быстрого вращения вот этого делать не нужно. Тем более, он очень широкий. И желательно... Желательно прижим должен быть, ну, во-первых, очень мягкий. Это раз. И второй момент... Второй момент вот за счёт того, что здесь идёт... возможность регулировки вращения, то есть, вот оно как бы идёт хонингование. То есть, я как раз попал именно в необходимую ось вошлифовке. Единственный момент, я вот эту вот часть не сдвинул, да, туда, куда необходимо, потому что мы ей можем как раз регулировать вот это вот торцевое касание круга. Ну, вот я здесь чуть-чуть, да, касаюсь. Но, как бы, суть остаётся в том, что мы можем делать штатное хонингование. То есть, это понятно. Дальше. Теперь, когда мы... Да, пожалуйста, Эдуард. То есть, когда мы... Я произвёл показательное выступление в плане хонингования. Ну, по-другому, да, я не могу как бы, да. Показательное выступление. Показательное выступление. Вот, мы это убираем. Эдуард, пожалуйста. Да, давайте. Вот. Ну, я сейчас пока вот сюда вот установлю этот круг. Что мы дальше делаем? Чуть позже я расскажу про него, для чего я его сюда установил. Мы сейчас... Я хочу продемонстрировать именно заточку бытовых ножниц. То есть, раз. Это я сюда поставил. Теперь я отсюда убираю вот эту сторону. Мы сейчас будем затачивать бытовые ножницы. Канцелярские. Потом я покажу хирургические. Ну, и потом перейдём к секаторам. Да. Маленький лайфхак хочу показать. Для того, чтобы... Вы сейчас будете работать на бразильном круге. И станок ADEMS GMT2, он оснащён кареткой для точного позиционирования. И, соответственно, нужно защитить вот этот узел. Защитить можно разными способами. Один из способов защитить направляющие. Это вот взять, например, такое полотенце. Так, мы этот мобиллятор не используем, правильно? Да. Только одну секунду. Я его сейчас... Ну, как бы здесь одно может быть из неудобств. Сейчас вот так. Я чуть расслабил. Оп. Убрать. Точнее, даже это удобство, я могу сказать. То есть, я чуть-чуть расслабил и сюда опять же вернул, потому что здесь идёт пропил. Вот, а теперь... Вот, Володь, давай. Да, да, да. Защитим наше направляющие и манипулятор. Абразивный круг, с него будет очень много лететь пыли. Абразива. Поэтому, для того, чтобы направляющие осталось у нас чистое и невредимое, мы вот так вот прикроем её. Да. И это мы сделаем обязательно. Вот, теперь мы берём стандартные канцелярские ножницы. Эдуард, могу я попросить вот дать салфеточку? Она вот влажная. Ага. Нам же надо показать, ну, то есть, перед началом, вот. Да, что ножницы, особенно носовая часть, вот она не... она не режет. Ну, это я показал, да, то есть, чтобы все понимали. Вот, теперь я устанавливаю, причём хочу обратить ваше внимание, то есть, много было, ну, скажем так, возражений по поводу того, что данный зажим делается из дюраль-алюминия, да, то есть, почему мы именно делаем из дюраль-алюминия, это делается для того, чтобы мы не повреждали целостность самого полотна. Это раз. И второй момент, когда мы устанавливаем непосредственно сами ножницы, то есть, у нас вот эта вот часть, да, именно задняя поверхность полотна, она должна прилегать к верхней щёчке, вот к этой вот губке, щёчке, как угодно её можно называть, да, то есть, за счёт этого мы, во-первых, поймаем правильность угла заострения, это раз, и второй момент, у нас никогда не выгнется вот эта вот нижняя щёчка. Она, может быть, будет повреждена, там, ребром, допустим, да, но она никогда не выгнется. Это один из таких вот тоже ключевых моментов. Вот, электрокорунд мы даём вращение чуть больше, ну, опять же, чем то, что мы делали с хонингованием. Вот, и начинаем заточку. То есть, всё, вот они, как бы, все те же самые телодвижения, которые мы ранее делали на станке Pro или Pro 2, они все перешли на станок GNT2. То есть, пожалуйста, у кого станки от компании ADEMS GNT2, с приобретением данной опции вы можете наконец-то начать работать именно с бытовым инструментом. Ну, если раньше вы его никогда не использовали или не обращали на это внимание, поверьте мне, бытовой инструмент есть в каждом доме, есть в каждой мастерской, ателье, есть у людей, которые занимаются, например, обтяжкой автомобильных кресел, это одни из постоянных наших клиентов, ну, нашей, по крайней мере, мастерской. Вот, то есть, я вышел на режущую кромку, то есть, добился заусенца, также автоматически это всё перевернул. Вот, и теперь, теперь я сейчас заточу второе полотно, то есть, всё это делается зеркально под одним и тем же углом, то есть, угол заострения, ну, в данном случае, я выбрал 60 градусов. Вот, ну, мне этот угол очень нравится в силу того, что он один из самых универсальных при работе, что с портняжными ножницами, что с канцелярскими ножницами, ну, с любыми бытовыми ножницами. Вот, особенно именно для прямого полотна это подходит идеально. К изогнутому мы сейчас как раз коснёмся. Вот, то есть, ножницы фактически заточены, то есть, аккуратно их смыкаем. Сейчас немножко, они чуть-чуть обжигают, но это не страшно. Вот, ну, и я перед началом заточки вам показывал, что они не резали. То есть, сейчас это всё достаточно легко и прекрасно. Вот, аккуратнее они горячие. Вот, теперь мы берём хирургические ножницы. То есть, хирургические ножницы, их особенно заключается в том, что они зачастую нам попадаются изогнутые. И так как полотна очень плотные, ну, имеется в виду, они достаточно жёсткие нам, ну, скажем так, ни в коем случае нельзя делать очень острые углы заострения. Ну, это моя, как бы, рекомендация. То есть, я цепляю, ну, лучше вот именно цеплять за ручки. Вот, то есть, чуть вытащили, вот так развернули, направили и изменили угол заострения, допустим, на 70 градусов. Вот, и идёт та же самая стандартная заточка. То есть, теперь мы можем с помощью этого станка затачивать и хирургический инструмент. Всё то же самое. Вот, так же легко скользим, сильно не придавливаем, дабы не прижечь полотно ножниц, то есть, чтобы оно не потемнело. Вот, добиваемся однородного пятна контакта. Опять же, повторюсь, все те же свойства станка ПРО, то есть, мы можем с манипулятора снять держатель, опять же, касание круга, и мы осуществляем заточку. То есть, ну, в данном случае, круг электрокорунт выступает в качестве такого универсального круга. Опять же, для бытовой тематики, то есть, если мы будем говорить про зерно, которое мы используем, это F180. Оно есть у нас в продаже, да, то есть, как бы, перейдя на сайт компании ADEMS, то есть, можно данный круг заказать. То есть, причем, мы используем круги 150 на 13 на 32. То есть, почему мы используем именно такие круги? Ну, по той простой причине, что чем уже круг, тем меньше будет пятно контакта соприкосновения с металлом, и тем меньше будет нагрев. Да, логично. Вот, и тем быстрее мы сможем осуществлять заточку. Вот. Ну, так же мы эти круги, ну, в данном случае, до этого я делал заточку, точнее, расточку сустава у кутикульных кусачек, и тут же, перекинув этот круг на другую сторону, я осуществляю заточку хирургических ножниц. То есть, опять же, универсальность абразива. Ну, вот так вот мы сделали заточку. Всё очень быстро. Здесь нужно тоже какое-то время подождать, а лучше вот так вот тряпочкой влажной мы остужаем, ну, потому что всё равно они греются, как бы не до красна, но тем не менее. То есть, делаем сейчас аккуратное смыкание. Вот, почему нужно быть аккуратным с хирургическими ножницами, когда они именно изогнуты, то есть, с острыми углами, потому что мы можем просто не сомкнуть их в оконцовке. Ну, то есть, они при острых углах, они просто воткнутся друг в друга, режущие кромки, и съедят, собственно, сами себя. Ну, вот таким вот образом у нас происходит рез. То есть, всё отлично. Да, то есть, режут. Есть вот такие вот необычные, скажем так, ножницы. Вот Эдуард сегодня их первый раз увидел. Это для снятия именно лангет, бинтов, то есть, гипса, то есть, когда это всё подлазится и вытаскивается. Это идёт у нас аналогичная заточка. Это тоже я взял просто для примеров. То есть, всё вот это, всё изогнутое, это здесь можно затачивать. Теперь мы добрались именно до секаторов. То есть, вот как раз на примере с секаторами я хотел показать, для чего нужен нам вот этот вот круг справа, да, то есть, универсальный кружок. То есть, сейчас я это всё быстренько хоп-хоп разбираем. Щик. С секаторами нужно быть очень аккуратным в плане приёмки, когда вы это делаете. Они могут быть крайне ржавые, очень сильно испорченные. И здесь с клиентом нужно обязательно, ну, скажем так, на берегу договариваться. То есть, когда у нас секатор вот с таким вот полотном с завода-производителем подготовленный, мы это полотно можем не затачивать, а затачиваем именно вот это полотно. Но сейчас ещё раз всё-таки я хочу продемонстрировать именно вот этот круг, который был установлен, то есть, для чего он нам был нужен. То есть, вот у этого секатора, у него идёт полотно. Одно с выпуклой режущей кромкой, другое с вогнутой режущей кромкой. Вопрос, каким образом это всё можно заточить. То есть, ответ заключается в том, что мы можем именно затачивать, ну, в данном случае здесь пины, я их вытаскивать не буду, то есть, в принципе, это всё как бы, ну, удобно. Вот. То есть, мы это всё крепим также в этот держатель, устанавливаем. То есть, многообразие установочных кругов может быть фактически безгранично. То есть, когда у нас есть профикс, мы на него устанавливаем, например, профиль, который вот сейчас вы видите, алмазный круг, и он имеет выпуклый профиль. То есть, для вогнутой режущей кромки мы используем выпуклый профиль. Вот. То есть, также сюда установили, выставили необходимый нам угол заострения, поставили, и начинаем осуществлять заточку. То есть, можно чуть-чуть уменьшить скорость вращения. И вот таким вот образом, невзирая на то, что здесь есть небольшое, ну, такое, немного неприятное биение, но на самом деле вся работа достаточно такая идёт грубая, да, то есть, здесь нет никакой такой макси-ювелирной работы какой-то, да, то есть, мне нужно просто сформировать угол заострения, то есть, как бы попав в данный угол, ну, точнее, в то, что мне предлагал завод-производитель. То есть, вот она, универсальность данного станка, данного приспособления, то, что мы, опять же, имея в арсенале несколько там, ну, может быть, с десяток профиксов, то есть, мы можем иметь 10 там разных, как говорится, сторон. Вот. То есть, мы можем заточить этот секатор, то есть, причём, с вогнутой мы делаем с этой стороны, с выпуклой, то есть, мы переходим сюда, ну, расскажу такую, как бы, фишечку, такой, как это у нас любит лайфхак, то есть, каким образом мы устанавливаем именно сам секатор. То есть, у нас режущая кромка должна была быть расположена таким образом, чтобы у нас её начало и её вершина была в горизонте. То есть, тогда у нас фаска будет одинакова, ну, примерно обоюдно одинакова. Вот. То есть, устанавливаем на самый максимум угол заострения, там, в данном случае, 30 градусов, и проводим вот такую вот операцию на предмет заострения. Ну, опять же, это секатор, то есть, это достаточно такая простая заточка. Если вы спросите, ну, опять же, поинтересуетесь, а сколько же мы берём за такую работу, то есть, ну, ни многим, ни малым мы за это берём 150 рублей. За 10-15 минут заработать 150 рублей, ну, это хорошая прибавка к общей выручке дня. Да, Эдуард? Ну, да. Вот. Вот. Ну, то есть, здесь, как бы... Казалось бы, вот такая простая операция, выполняется вроде бы легко, но она делается за счёт вот именно вот этих вот решений. Манипулятор трёхколенного держателя, никаких плавающих, режущих кромок, никаких изменённых, каких-то новых направленных. Идеальная фаска. И вы видите, что это сродни заводской заточке. Даже лучше. Как говорят наши клиенты, вы заточили нам инструмент, и он стал работать лучше, чем заводской. Чем был новый, да. Конечно. Это делается там всё в больших объёмах, никто не заворачивается. И в завершении, то есть, наверное, всего нашего вот этого замечательного сегодняшнего показа, нашего показа, да, то есть, и данного приспособления. То есть, всё то же самое мы можем сделать с ножницами по металлу. Да. То есть, здесь есть один нюанс. То есть, заточка зависит от толщины режущего металла. Ну, то есть, если металл больше, ну, то есть, толще... Куда же мы будем его зажимать? Да, мы угол делаем, показать, как затачивать. Куда же мы будем его зажимать? А, куда же мы его будем зажимать? И как мы его будем зажимать? Всё-таки мы хотим, чтобы я его зажимал. Ножницы по металлу, они прекрасно затачиваются на станке ADEM GMT2. Это всё достаточно легко. То есть, нам всего лишь навсего нужно снять вот эту вот контргайку, выкрутить основной винт, причём обратить внимание, что именно ножницы по металлу сначала регулируются затяжением, ну, натяжением винтом, а потом закручивается именно контргайка, потому что здесь фактически у нас не должно быть никаких архи-конских или архи-колеблющихся люфтов, да, потому что, ну, это всё-таки металл, он очень плотный, и его нужно достаточно качественно и правильно, и ровно отрезать. То есть, вот это мы кладём сюда. Ну, по большому счёту здесь, когда мы это всё разбираем, то есть, это нужно... Я сейчас, Эдуард, вас попрошу подержать. Да, я сейчас... И вот таким вот образом. То есть, самое главное, когда вы разбираете инструмент, самое главное, сфотографируйте его перед началом разборки, потому что иногда нам приносят инструмент, который просто неправильно собран, и он через какое-то время приходит в негодность, и клиент говорит, вот я там-то, там-то заточил, а данный инструмент, ну, почему-то не работает. Вот. На самом деле всё очень просто, по той простой причине, что человек, тот, который его попытался заточить, ну, или который не попытался, а именно сказал, что я его заточу... Чего я неправильно собрал? Да, он неправильно его собрал. То есть, вот, всего лишь навсего мы цепляем за основание, то есть, за суставную часть, вот таким образом, так как сам манипулятор плавает, нам всё равно, каким образом он будет закреплён, так, так или так, то есть, мы всё равно его разворачиваем и затачиваем под необходимым выставленным углом заострения. То есть, в данном случае это 80 градусов, и этого для работы с металлом в один миллиметр будет очень-очень даже достаточно. Вот. То есть, вот таким образом. Ну, то есть, каждое полотно затачивается и потом собирается. То есть, если ножницы не сильно убиты, ну, скажем так, то заднюю поверхность, именно внутреннюю часть трогать абсолютно нету никакого смысла. Вот. То есть, мы затачиваем только по передней поверхности, уходим за выработку, получаем заусенец и потом просто их собираем. То есть, вот в данном случае я сейчас заточил, вот она сформировалась, фаска. На предмет, если вы меня спросите, вот, например, да, я сейчас вспомнил очень интересный момент, и мне сейчас тоже Эдуард в этом поможет. Сейчас мне Эдуард в этом поможет. Барабанная дробь. Тра-та-та. Сейчас я вот это убираю. Так, я убрал. Ну, давайте я возьму вот это вот. Например, приходят люди и, ну, клиент и спрашивает о том, что восстановите ли вы насечку. И мы говорим, конечно же, да, потому что мы можем что? Нанести сюда насечку с помощью вот такого круга. Да, круга, который, собственно, у нас как раз и предназначен для нанесения микронасечки как на бытовой сегмент. То есть, мы используем это периодически, да, ну, в заточке, так и на профессиональный парикмахерский сегмент. То есть, в принципе, я сейчас... Сколько, Володь, у тебя этот круг уже? Этот круг, ну, больше года точно. И я даже, честно говоря, сейчас не вспомню, ну, наверное, может быть, даже полтора. Вот, Ганита, дай, пожалуйста, нам новый круг вот висит. Подай мне его. Я просто вам покажу, что данный круг используется активно в мастерской уже больше года. И вот я вам показываю круг, который новый. Вот только он приехал с Германии. Только мы получили новые круги. Соответственно, если вы посмотрите, практически у него видно. У него выработки практически нет. То есть, это профессиональные круги, отличающиеся очень долго эксплуатационными характеристиками. Можете работать. Самая главная задача, когда вы работаете с данным видом круга, то есть, с нанесением микронасечки, вовремя следить за тем, чтобы его промывать. Да, то есть, промывать металлической стружки, потому что она ее очень сильно забивает. И когда мы делаем касание, у нас получается раз, и съезжает инструмент. Как бы, да, я это на себе уже прочувствовал. И то есть, там, ну, где-то, например, раз в месяц, может быть, раз в две недели. То есть, я его ВДшечкой промываю, то есть, убираю все вот это, да, потом промываю обязательно его... Промываю его обязательно... Что мы будем делать, если ты ищешь болезнью? Да, я потерял вот это вот. То есть, я его обычно потом промываю в ферри, и, в принципе, у меня идет... Я получаю, ну, абсолютно новый чистый круг, но обязательно на него наношу масло. Да, то есть, какой-то из сожей, ну, опять же, какой-то, который у меня идет для станка Front Plate. Ну вот, то есть, как раз именно я повторюсь, то есть, когда мы следим за чистотой круга и наносим обязательно... Масло. Воспособление, да, масло, которое мы используем для станка Front Plate, вот, оно очень гармонично, прям здесь хорошо работает, потому что, если мы будем работать на сухую, то металл, как бы, будет очень сильно звенеть. То есть, и когда нас клиент нам задает вопрос, а можете ли вы нанести микронасечку, на что мы говорим, легко, и делаем вот такой вот... телодвижение, еще разочек. То есть, вот я по маслу вижу, как выход масла на режущую кромку происходит. И вот так вот наносится, ну, то есть, если сейчас будет видно, вот я покажу. То есть, как нанеслась микронасечка. Все. То есть, получается, что я могу эту операцию сделать как с ножницами по металлу, то есть, увеличить их, ну, как бы, функционал за счет нанесения микронасечки, и также с парикмахерскими ножницами, то есть, когда ко мне приходит парикмахер и задает вопрос, а можете ли вы вернуть, то, что было раньше, мы, конечно же, говорим, да. Кстати, обороты достаточно низкие, 1600. Вот, прям буквально, вот оно в одно касание, видно, вот он, как масло выходит. Оп! все, мы фактически восстановили, причем за какие-то там доли секунд мы зарабатываем 200 рублей. То есть, это очень хорошая прибавка к общей выручке нашего, хотелось сказать, магазина, но нашей мастерской. Вот, короче, вот такая вот интересная ситуация. Прекрасный результат. На этом, собственно, как бы наша сегодняшняя экскурсия по возможности нашего станка и возможности нашего дополнительного приспособления произведена. Вот, говорит, ножницы. Все, вот Эдуард сегодня их первый раз увидел. Ну, ты сегодня... Я тебе хотел ножницы в открытии остричь. Да ладно, у нас еще... Ты же не каждый день, я вообще их... А я хотел, знаешь, что сказать? Я говорю, конечно, я же не каждый день переломы делаю, поэтому хорошо, что я их не видел. Не каждый день, да, в травмпункте людям гипсы снимаю. Ну ладно, что-то. Леня вырежет это. Ну, не пах. Итак, подведем итоги. Станок ADEMS GMT-2. Мы вам сегодня показали много всего того, что он может. Напомним, что же он может. Он может затачивать маникюрные инструменты в виде кусачек, маникюрных ножниц, пинцеты, пушеры. Далее, и с помощью приспособления для заточки ножниц от станка ADEMS PRO мы можем затачивать теперь ножницы по металлу, садовые секаторы, медицинские ножницы различного типа, которые я вижу впервые. Мы можем делать хонингование парикмахерских ножниц на сприспособлении. Что я еще забыл? Нанесение микронасечки. И нанесение микронасечки. Таким образом, станок стал очень унифицирован и универсальным. Он, функционал данного станка очень схож теперь со станком ADEMS PRO 2. Это два практически станка, близнеца, и каждый выбирает станок для своих нужд и для своих потребностей. Более подробно обо всем это мы можем рассказать вам, если вы нам позвоните по телефону в нашу компанию и менеджер с удовольствием расскажет о всех их преимуществах. Владимир? Ну, я хотел бы еще сказать о том, что теперь это, можно сказать, универсальная машина с большой буквы в плане того, что ранее, когда к нам в нашу международную академию заточки приезжал ученик и он говорил, а между каким станком, то есть, что мне выбрать. И когда мы подбирали именно станки, нам всегда приходилось выбрать какую-то узкую специализацию, например, только маникюрный инструмент. И здесь человек мог сказать, а вот мне бы все-таки хотелось, но мы ему тогда говорили потом. Вот теперь это потом переросло в здесь и сейчас. То есть, мы предлагаем именно универсальную машину с помощью профиксов, с помощью АСАП-системы, это быстрая смена абразивов, и с помощью дополнительного всего этого мероприятия мы показали, как можно работать и с маникюрным, и с бытовым инструментом в виде хирургических, партняжных, канцелярских, ножниц, по металлу, для флористов. То есть, вот эта тематика бытовая, она так или иначе появляется в нашей мастерской, и мы на этом зарабатываем деньги. Да, обучиться мастерству, все, что вы увидели в этом видео, можно в нашей Международной Академии Заточки Адемс. Всем спасибо, кто смотрел, до новых встреч, Владимир, отдельное, всем нашим помощникам, всей нашей команде, привет, пока, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok